Одним из важнейших событий этой недели стал официальный визит президента Республики Узбекистан Шавката Морзиёева в Российскую Федерацию. Проведены переговоры на высшем уровне. Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений всеобриемлющего стратегического партнерства и союзничества. Подписан солидный пакет документов по расширению практического сотрудничества между нашими странами. Сегодняшний день также был насыщен событиями. О них в деталях расскажет Сергей Алибаев из Москвы. Третий день официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Морзиёева в Российскую Федерацию. Глава государства посетил сквер имени Ислама Каримба, расположенный в Москве. Руководитель нашей страны возложил цветы к подножию памятника и отдал дань уважения памяти первого президента Узбекистана. А затем президент Республики Узбекистан Шавкат Морзиёев вместе с президентами Республики Казахстан Касымом Джамартом Такаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным дал старт поставкам российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. На церемонии, проходившей в режиме телемоста, президент Узбекистана выразил признательность лидерам Казахстана и России за личную поддержку в воплощении этого проекта. Отдельно поблагодарил специалистов, которые приняли участие в работах по организации поставок газа в кратчайшие сроки, реконструкции участков магистрального газопровода, модернизации компрессорных станций и строительстве новой газоизмерительной станции Бейнеу. Почеркнуто, что запускаемый импорт российского газа в реверсном режиме имеет стратегическое значение для Узбекистана. Этот проект является прорывным шагом в обеспечении энергетической безопасности нашей страны. Диверсификации гарантированных источников поставок голубого топлива обеспечивает дополнительные объемы для покрытия сезонных неравномерностей потребления, надежного и бесперебойного снабжения населения газом и электричеством. Выражена уверенность, что воплощение в жизнь столь масштабного проекта и его результаты послужат дальнейшему укреплению отношений трех стран. На церемонии в режиме видеоконференц-связи также выступили руководители, ответственные за осуществление данного масштабного проекта, подчеркнувшие важность его реализации, ориентированность в первую очередь на обеспечение интересов людей, развитие экономики всего региона. И вот он, знаковый момент. Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно. Знаковое событие значит поставка российского природного газа через территорию Казахстана и Узбекистана. Почему это историческое? Во-первых, рост экономики, рост благосостояния. И естественно, который влечет за собой рост потребления энергоресурсов. Договоренности, которые достигнуты нашими президентами, которые сегодня реализованы, находимся на площадке газоизмерительной станции Каракалпаки. Каракалпаки – это станция, которая вновь построена. И следует отметить, что построена за очень рекордно короткие сроки, за два месяца. В первую очередь, поставка российского природного газа покроет часть дефицита, который у нас образовывается в осенне-зимний период, когда имеется рост потребления природного газа. Это обеспечит поставки природного газа отраслями экономики, населению. То есть, внесет свою лепту в социально-экономическое развитие нашей страны и надежное газоснабжение потребителей. Итак, состоявшийся официальный визит президента Республики Узбекистан Шавкята Мерзиёева сюда, в Российскую Федерацию, стал событием этапным, определившим новые направления дальнейшего расширения отношений стратегического партнерства и союзничества. Ведь подписан солидный пакет документов, дан старт новым экономическим проектам. Всё будет работать на то, чтобы наши страны и дальше могли активно развивать взаимодействие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!